За лето в сквере на проспекте Мира демонтировали старое покрытие тротуаров, заменили его на брусчатку. Дорожек стало больше. По ним можно выйти на проспект Мира, улицу Держинского и на проезд Витя Крабкова. Так завершились первые работы в сквере в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В следующем году планируют приступить ко второму этапу. Это ремонт фонтана, лавочек, а также установка освещения. В апреле месяце мы заключили контракт с заказчиком, с управлением капитального средства администрации. Активная фаза работы была проведена за три месяца. Июль, август, сентябрь. За это время удалось выполнить практически все работы. Работы все завершены. К некоторым дорожкам примыкают территории со специальным покрытием. Здесь планируется установка детских мафов. Депутаты Градской думы также посмотрели результаты работ в парке имени Сосина. В соответствии с проектом здесь установлены подиум для проведения мероприятий, лавочки, качели, детская и спортивные площадки. А также обустроена специальная территория для занятий с собаками. В парке работают системы освещения, оповещения и видеонаблюдения. Про подрядчика свои обязательства он выполнил срок по контракту. Все те подрядные организации, которые здесь выполняли свою работу, тоже выполнили свои обязанности в срок. Поэтому никаких существенных вопросов и проблем при реализации этого проекта не было. Сейчас в парке налаживают основные системы. При реконструкции парка постарались учесть мнения и пожелания соровчан. Поэтому на территории оставили нетронутой большую часть деревьев. Территорию парка обслуживает муниципальное учреждение, центр развития культуры и искусства. Парк обслуживался даже во время реконструкции, потому что северную часть парка ее сдали в том году. Поэтому на ней дворники, как говорится, всегда присутствовали. С 1 апреля уже парк начал функционировать. Несмотря на то, что здесь шла реконструкция и часть парка убирали. Как говорится, постоянно были тут молодежные и дети были на спортивных площадках. В скором времени парк Сосина планируют сделать местом культурного притяжения и проводить здесь городские мероприятия. Светлана Ярунова, Евгений Шикрев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.